Витаю вас с Рождеством Христовым. Поздравляю Украину, украинцы. Всех, кто меня слушает в разных странах. Всех поздравляю с Рождеством. Иоанна. Десятая глава. Который дал мне их больше всех. И никто не может похитить из руки Отца моего. Вчера я говорила на тему космизма. Интересная философия. Но и не только философия. Это теория, благодаря которой возникла наука. Космология. И возникла наука. Космонавтика. Вообще космонавтика. Благодаря Циолковскому, который имеет отношение к космизму. То есть, мало того, воскрешение мертвое. Это был символ развития космонавтики. Аллилуйя. Человечество по природе своей. В принципе, злой. Но стимулом к развитию науки, оказывается, есть добро. Воскрешение мертвых. Возвращение на землю потерянных родных. На днях я получила очень хорошее, сильное слово. Потрясающее слово. О том, что говорит Исайя 26-го. Но мертвые не оживут. Рейфаимы не встанут. Потому что Ты посетил и истребил их. И уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ. Прославил Себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии Он искал тебя. Изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало Его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали как бы ветер. Спасение не доставили земле и прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы Твои. Восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте поверженные в прахе. Ибо роса Твоя – роса растений, и земля извернет мертвецов. Войди, народ мой, войди в покои Твои и запри за собой двери Твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ей кровь и уже не вскроет убитых Своих. Это слово у меня было дважды. 26 глава – это потрясающее слово, потому что Бог при двух свидетелях совершает истины. Дальше. Что мне понравилось сегодня? Это у нас известнейшее, потому что я ее сама еще читала, с выражением. Глава у Иоанна 14. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня. Веруйте в доме Отца моего обителей много. Обителей много. С этим словом очень тесно связано учение о Вознесении. То есть люди ждут, что их куда-то перенесут, а там есть обители, которые их ждут уже. Потому что они же спасены, они же покаялись. Обитель – это пребывание, остановка. То есть это не вечный обитель, вообще-то, в принципе. Но не в этом дело. А дело в следующем. Есть еще двадцать третий стих, который четко объясняет нам понятие обиди. Иисус сказал ему в ответ. Кому он сказал? Иуда не Искариот. Говорит ему. Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Да, я вспоминаю вчера за столом. Отец мой говорит, не все должны быть верующими. Так он говорит, мой отец. Что третья часть людей верующие. Но он где-то прав. Потому что не могут все вот так вот служить Богу, как Бог хочет. Понимаете? У каждого своя миссия. То есть если бы человек так служил Богу, как, например, и там я служил, или кто-то другой, то он бы не мог делать то дело, которое он делал. Понимаете? Вот. То есть, действительно, у Бога нет такой воли. Мы ходатай, богатай, молитва, творится многое на земле. Ну, что ж такое обитель для Бога? Еще раз повторяю. Двадцать трой стих. Иуда не скорет, говорит ему. Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Обратите внимание, мы с большой буквы. Иисус говорит о себе и о своем Отце, что мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Вы видите, что мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. О какой Вечности тут уже будем рассуждать? О жизни мне тело? Нет. Это для людей, которые соблюдают Слово Божие. Соблюдают Слово. Вникают в себя и в учении, пребывают в своем постоянно. Не любящий Меня, не соблюдет Слово Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Моё, но пославшего Меня Отца. Тут уже спор тоже с моими родными были, которые говорили, что они не понимают, что Библия – это Божье Слово. Чётко Божье Слово. Конечно, переводы иногда неправильные, но это Божье Слово. Люди этого не понимают. Я когда-то прославила Бога за то, что Он, это Он нам оставил Слово. Он не оставил нас одних. Он оставил нам Слово Божие. Кто такой Бог? Вы слышали, что я сказала вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что я сказала, иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. Так вот, у меня сейчас данный момент откровение о воскрешении мёртвых в том смысле, что вот эта вот обитель – это действительно ячейка общества, как мы говорили когда-то. Вот. Я ругалась с моим братом вчера. Он так хулит уже всё на свете, понимаете. Я говорю, нельзя так перечёркивать историю. Слово не скажешь, когда-то там можно разговаривать. Я говорю, ну, извини, чем я закрыла рот? Ему говорю, ну, тогда ты дурак, понимаешь. Ты в детстве этому всему поклонялся, ты это всё принимал. Сейчас ты дурак. Мы, понимаете, вот, если мы в детстве позвали к сатане, да, вот служить, да, сатанистом стать. Да, это моя вина, понимаете. А тогда мы искренне верили в то, что это истина, да. Что люди делали добро для простых людей, что они боролись с несправедливостью, что они радовали о том, что было равенство. В чём подвох? В том, что сейчас мы кричим, что Ленин захватил Украину? Ну, начнём с того, что Временное правительство из-за Украины распалось. Оно бы дальше проводило бы всё в каких-то рамках приличия. И, возможно, не надо было бы революция вторая, понимаете. Было бы избрание какого-то президента или кого-нибудь там избирали бы. Но Временное правительство как бы в несогласии с тем, что Украина разглашает свою независимость, часть министров просто подали в отставку. То в чём именно Ленина? Понимаете? То есть, ну, я просто понимаю, почему брат так ненавидит Ленина. Но глупость уже, понимаете, она уже немножечко переполняет бокалы. Потому что у меня вчера был пост, и мы накрыли стол. И я пригласила своих самых близких. Ну, Аня моя, если так, говорит, пригласи брата, который живёт за моей стенкой. Он принес бутылку водки. Извините. Зачем приносить водку в пост? Всё равно с папой распили. То есть, понимаете, я не люблю людей, которые своими уставами в чужом монастыре. Мы тебя пригласили выполнять то слово, которое просится. Это навязывание, это твоя натура. Навязывание. Надо подчиняться закону. А если люди не умеют кушать без этого дела, то у них проблемы. Согласитесь. Это проблема. Это реально проблема. Я уже говорила о том, что зависимость выражается именно в этом. Что человек не может отказаться. В какой-то момент нужно уметь отказаться. В воздержании. Это закон Божий. И поэтому, когда я слушала одну женщину, которая умирала в воскреслом, вот, она какая-то по национальности где-то там или из Средней Азии, вот, но она общалась с Иисусом. И он мне говорил, что если вы пьете крепкие напитки, не вспоминайте меня. Я думала, что она там не с Богом общалась? Я брату сказала. Это, кстати, очень сильно звучало. Потому что, действительно, Бог – это Тот, Который научает воздержание. Это Тот, Который научает воздержание. Если я пью во знамение вино раз в неделю, это просто я соблюдаю завет. И, между прочим, это тоже воздержание. Я же не выпиваюсь. Я же несколько полю в бутылку и выпиваю её до дна. Или там, допустим, понимаете, я всё. Я выпила чуть-чуть. Это тоже, как бы, умение воздержаться. По чуть-чуть. Вот. Мы говорим о Вечности. Я вообще говорю о Вечности в этом теле. Что не все умрём, но все изменимся. Во мгновение ока. И это… Ещё надо понять, что значит во мгновение ока. Потому что, в принципе, это процесс. Это действительно процесс. Ну, хотя, возможно, имеется в виду, что когда все уже будут готовы к Вечности, тогда только будет какая-то энергия другая, которая поможет человечеству жить. Вот. Это моё… Ну, это откровение. Вот такое вот откровение. Именно энергия на земле. Это может Бог сделать в мгновение. Как Он заряжает воду. Вот. И Бог это ещё и тут творится. Только Он не делает это просто так. За всё нужно платить. За всё. В этом и справедливость. Понимаете? Кто не может получить финансовый успех, тот может экономить, например, на здоровье. Ну, пребывать в слове истине. И получать здоровое, хорошее настроение. Потому что можно и питаться, как бы так, не ограничивая себя, не задумывая, что мне принесёт вред, а что в пользу. А пребывая в слове, ты восстанавливаешь свой организм таким живым словом. Вот. Ну и вот. И вот я сказала вам о том… Да. Господи, помилуй. Ну, дело… Сейчас Михею мог показать. Лучше из них, как терн. Исправедливый, хуже колючие изгороди. День правоозвестников твоих посещения твоё наступает. Ныне постигнет их смятение. Интересно. Получается, у Бога. Ну да, так оно и есть. Понимаете? Люди, которые ищут истину, которые снимаются в справедливости, они многих вызывают неприязнь. Потому что… Хотя верующие мечтают о каких-то обительных. Ну, как пасырь с моей церкви. Я его слушала про говорить. Нет, там не будет всё равно, он говорит. Якобы, кто сколько заслужил? Он так уверен, что он очень много заслужил перед Богом, да. И он говорит, у меня там счёт. Понимаете? Вот. О такой вечности мечтают люди. То есть тут он подчинил себе церковь. И, как говорят, что он уже вообще, когда умирал, то жена его приватизировала церковь. Не слышали такое? А у нас такое уже умирали, да. То есть в случае смерти она хозяйка церкви. Нормально. Мозги перекручены у людей. Это однозначно. Вот. Ну, это вообще в голове не куникула. Я уже говорю, что нужно людям давать проповеду. У тебя помещение. Ты не хочешь, чтобы Евангелие распространялось? Ты не хочешь, чтобы люди получали покой в истине? Ты не хочешь, чтобы люди получали Божие богословения через других служителей в Житомире? Ты вреднее всех в свете, получается, своей жадности. Да. Да. Люди хотели с этой церкви проповедовать вечером. Что-то не сошлось. Они вынуждены были оставить церковь. Да. Да. В сожалению. Нет. Бог не хочет такого единоличия. Нет. Это не во воле. Нет. Нет. Если говорить о справедливости и распространении брак, почему вот коммунизм для Бога это неприемлемо? Наверное, потому что подчиняться нужно тому, кто более успешный перед Богом. То есть, кто более очищается, освящается. Понимаете? То есть, если ты, священник, решил, что благочестие служит для прибытка, то дай другим. Может, все-таки они себя проявят и воздадут многие. Слава Богу! Тебе получается удовольствие от богатства, то может, все-таки дай говорить тем, у кого удовольствие от скромной жизни. Аминь. И не завидуй. Ты же получаешь удовольствие от богатства. Не завидуй. Тем, у кого, конечно же, Бог откроет больше благодати, потому что Он презрит на бедного. Понимаете? Если ты получаешь утешение в богатстве, то утешайся. Тебе никто не мешает. Только не запрещай другим говорить, если есть возможность в церкви проповедовать. Не надо завидовать. Если у тебя останется 20 человек, то, ну, ты же получил удовольствие от богатства, правильно? Ты десятину свою себе приобщал. Потом Он рассказывает, что ему еще люди ходят, ему сочувствуют, еще и так дают. Ну, это уже коррупция, да? Если он имеет зарплату, а ему еще люди... Так давай откажи от зарплаты. Если ты живешь от белогочасти, и тебе люди дают просто так сочувствие, то живи на этих просто так. А так и выбирай что-то одно. Понимаете? Вот. Такое у меня ведение о воскрешении мертвых. Потому что это и есть обитель, оказывается. Это то, что Бог нам говорит. Вот обитель, мы с отцом придем, а обитель сотворим. Это и есть обитель. Потому что какое счастье в твоей обители, да, если у тебя умер муж? Какая радость в твоей обители, если ты недавно похоронил жену? Никакой радости нету от такой обитель, правильно? То есть обитель может сотворить только то, что восстанут мертвы. Вот это откровение! Очередное откровение у меня о воскрешении мертвых. Будьте богословены! Спасибо. Спасибо. Спасибо.